Нелидовский международный следственным отделом регионального следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело по фактам убийства 13-летней девочки и совершения кражи. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружено 6 февраля. По версии следствия, 6 февраля текущего года 33-летний житель города Нелидово, находясь в квартире по месту своего жительства, используя шарф, задушил малолетнюю дочь своей сожительницы, после чего с места преступления скрылся, захватив с собой ценные вещи из квартиры. Сотрудниками следственного комитета и полиции проведен по квартирный обход дома, в котором проживала девочка с целью установления свидетелей и очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы по телу погибшей судебно-молекулярно-генетической экспертизы по изъятым предметам и объектам. Мужчина, подозреваемый в совершении преступлений, объявлен в федеральный розыск, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения и задержания. Расследование продолжается. Подозреваемый в совершении преступления объявлен в федеральный розыск, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения и задержания. Расследование продолжается. Тверским областным судом оставлен без изменения приговор от 15 июня прошлого года в отношении Максима Литвинова, Галины Румянцевой и Валентины Чапаевой. Бывший мэр города Кимры, а затем председатель Кимрской городской думы Литвинов, признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в исправительной колонии строгого резжима со штрафом в размере 36 миллионов рублей. По обвинению в совершении присвоения или растраты Литвинов оправдан за отсутствие в его деянии состава преступления. Тем же приговором Румянцева, признана виновной в совершении покушения на получение взятки в особо крупном размере, ей назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет ВК общего режима. Реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. По этой же статье Уголовного кодекса признана виновной Чапаева и назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком в 3 года. Уголовное дело расследовалось Региональным следственным комитетом по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области. Объем уголовного дела насчитывал 59 томов. Приговор составил 460 листов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова